Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РНТВ. Новости Анапа-регион в студии Кристина Рабина. Сегодня в выпуске. Городские службы всерьез занялись проблемой уличного освещения. Курорт готовится к отопительному сезону. С праздником, дорогие учителя, на курорте чествовали тех, кто посвятил свою жизнь детям. Важные соглашения для развития санаторно-курортной отрасли и виноградарства в Анапе подписаны сегодня на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Ласточки на гнездо теперь будет и в Анапе. В день официального открытия инвестфорума в Сочи деловая программа для делегации Анапы была насыщенной. Проведены переговоры с представителями бизнеса и руководством Краснодарского края. Дополнительный приток частного капитала нужен и новым, и уже реализующимся проектам. Подписано три крупных соглашения на общую сумму 7 миллиардов рублей. По проекту «Ласточки на гнездо», макет которого представлен в экспозиции Анапы, подписи поставили три стороны. От имени администрации Краснодарского края, министр курортов и туризма Евгений Куделя, глава Анапы Сергей Сергеев и инвестор, генеральный директор компании «Меркурий-2» Владимир Верстунин. Проект предполагает комплексное строительство объектов отдыха и туризма в районе Высокого Беринга с увеличением пляжной территории и строительством прогулочной набережной. Мы сегодня прекрасно понимаем, что удобных пляжных территорий на Черноморском побережье, в том числе и в Анапы, с такими проектами практически нет. Он очень затратный, но в то же время он очень эффектный. Я подчеркиваю, не эффективный, а эффектный. А после этого уже эффективный. Где-то 7-8 лет срок окупаемости, я думаю, что он очень востребован будет отдыхающими. Это, в принципе, новое, это проект завтрашнего дня. Событием для Анапы назвал вице-губернатор Краснодарского края Александр Саурин подписание двух соглашений с компанией «Кубань-Вино». В Анапу пришел крупный инвестор, которому интересно развитие виноградарства и винодельческой отрасли. Надо сказать, что нам повезло, вы присутствуете при очень важном событии. Мы получили крупнейшую винодельню и виноградарскую компанию страны и Европы. Это объединение семей двух тысяч гектаров в Анапе, семь тысяч в Темирюкском районе, две тысячи в Анапе, девять тысяч – это крупнейшая структура, которая такой объем виноградников у себя содержит. Поэтому это большое событие. Работа нашей делегации продолжается. В целом, на Международном инвестиционном форуме в Сочи Анапа планирует подписать 10 проектов на общую сумму 13 миллиардов рублей. В прошлом году сумма привлеченных инвестиций равнялась 4,5 миллиардам. Бесхозные линии уличного освещения – головная боль для муниципалитета. Построить построили, а документы так и не оформили. Страдают люди. По поручению главы Анапы решение проблемы всерьез занялись городские службы. Проблема в сфере электроснабжения не нова. Неоднократно на личных приемах и в письменных обращениях жители сельских округов обращались к главе. Уличного освещения нет, приходится жить в потемках. Простые отписки не устраивают ни жители, ни главу курорта. В начале 2015 года по поручению Сергеева провели полную ревизию электросетей курорта. 71 линия электроснабжения оказалась бесхозной. Только в 2015 году, может быть и с вашей помощью, что вы обращаетесь, жалуетесь и все остальное, требуете вернее. Мы ее сформировали, мы ее приняли к себе как имущество и передали на обслуживание Кубанинера. Она была без хозяина. Нет хозяина – нет порядка, а значит и света. Ленив запустение, потребленный ресурс никто не оплачивает. Ниоткуда ждать и ремонта. Нами были запрошены технические условия. Кубанинерга выдала нам 50 технических условий. Из них 19 уже получено актов балансового разграничения. В настоящее время они переданы в Кубанинергосбыт для заключения договоров. От них получено разрешение на включение. То есть мы уже 19 линий включили. Линии отремонтировали, установили новые столбы. Для жителей улицы Черноморской в станице Анапской возвращение уличного освещения – событие долгожданное. Напротив нас домовладение инвалида, он сам без ног. Тоже очень неудобно было тем, чтобы выходить, передвигаться, потому что темнота. Сейчас уже все довольны, все хорошо. Идут по светлому, по нормальной свежей дорожке. На набережной там уже тоже будут идут работы, восстановления, новые столбы меняются. Тоже будут освещения. И, как я слышала, мне говорили, что будет у нас даже отдельное ГРП. Действительно, одна из самых протяженных улиц Анапской – набережная уже частично освещена. Работы продолжаются. Освещены улицы Юбилейная, Ереванская. Ночное освещение вернулось на улицу Комсомольскую, Лазурную и Садовую в Цибанабалке, Почтовую в селе Ветезево, улицу Мира и Набережную в станице Гастагаевской, улицу Свободы в Гайкадзоре и другие. 31 еще у нас уже подписаны в Новороссийске, в Кубанинерго и направлены сюда в РЭС. Будут нами переданы тоже в Кубанинергосбыт для получения договоров. И также будет включена 31 линия. По остальным 21 еще Кубанинерго нам не выдала технических условий, но в настоящее время работа ведется. По окончанию курортного сезона в Анапе начались масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. Сегодня по поручению первого заместителя Светланы Яровой специалистами муниципального контроля была проведена проверка всех работ, связанных с разрытиями. На перекрестке улиц Ленина и Лермонтова работа кипит полным ходом. В нескольких метрах от многоквартирных домов производится замена газопровода. Согласно плану, подрядчикам установлены дорожные знаки, а также ограждения. Однако специалистами муниципального контроля был выявлен факт нескольких нарушений. В связи с тем, что работы проводятся в непосредственной близости к домам и детской площадке, разрытие необходимо огородить сеткой. Подрядчик обязался устранить все недочеты в самое ближайшее время. Еще одни масштабные работы по прокладке канализации ведутся на Пионерском проспекте. На этом участке точно такое же нарушение. Ограждения и знаки о том, что ведутся работы, есть только со стороны проезжей части. Мы не увидели ограждения со стороны пешеходной зоны. Вы работы проводите в первой курортной зоне, в городе курорта. Пешеходная зона Пионерского проспекта, где расположено еще много санаториев, где отдыхают люди. С той стороны обязательно то же самое должно быть ограждение. Хорошо. Значит, вот именно сейчас за отсутствие данного ограждения, ребят, мы обязаны составить протокол. За несоответствие требованиям правил благоустройства на подрядчиков составляется протокол, который будет рассмотрен на административной комиссии. Кроме того, на каждом участке, где проводятся работы, должен находиться паспорт объекта. Сотрудники должны проводить работы в форме, и спецтехника должна иметь информационный лист. В центральной части города, на пересечении улиц Астраханская-Самбурово, работы по замене труб перед отопительным сезоном на финальной стадии. Нареканий к этому объекту нет. Ограждение соответствует требованиям. Сотрудники осуществляют работы в форме. Дорожные знаки и паспорта объекта установлены в соответствии с орденом на разрытие. По окончанию работ ООО «Теплоэнерго» до 5 октября должен восстановить асфальтовое покрытие на данном участке. Помимо разрытий, сегодня начались работы на центральной улице города. В РСУ «Вираж» производит замену бордюров, подъем канализационных люков и замену асфальта на улице Крымской. Контроль за соответствием правилам благоустройства при проведении и восстановлении участков после работ будет осуществлять управление муниципального контроля. Осень – самое время наводить порядок к следующему году. В городе одновременно сразу в нескольких местах начато благоустройство тротуарных дорожек. Тротуарная плитка на улице Крепостной не знала ремонта лет 30. Во всяком случае, вместо тротуарной дорожки у сквера на Протапово остались только образцы самой первой плитки на Кубани. Все остальное уже давно на дорожку не было похоже. В канун дня города, когда Сергей Сергеев со специалистами делал обход этой территории, он дал указание привезти пешеходную дорожку в порядок немедленно. Сегодня работы по благоустройству на этой улице начались. Кратковременный дождик в несколько минут собрал на дорожке лужи. Ямы до колдобины внушительные. На этом фоне новенький тротуар выглядит особенно впечатляющим. Солнечного цвета плиточка здесь очень кстати. Под огромными деревьями глубокая тень. Ждали много лет, ноги тут ломали, с колясками невозможно, с детскими тут ездить вообще, ну сами видите. И, конечно, огромное спасибо Сергееву за внимание, вот эту вот красоту, которую они сделают. Жители улицы еще не очень верят в то, что через несколько дней здесь будет полный порядок. Но если за дело берется ООО «Ремстрой», можно быть уверенными в качестве работ в оптимальные сроки. Поэтому будет правильным поблагодарить за работу и рабочих этой организации. Конечно, когда закончат благоустройство и сдадут работу людям. С самого малого возраста ребенка за одну руку по жизни ведет мама, а за другую – учитель. Первые знания и первый опыт мы получаем именно от них. Поэтому самый светлый и любимый праздник осени – День Учителя. В городском театре сегодня чествовали тех, кто свою жизнь посвящает детям, педагогов и воспитателей. Создавать праздничное настроение любимым педагогам начали прямо в фойе гортеатра. Студенты сельскохозяйственного техникума мастерили праздничные батальнерки из осенних цветов и ягод. Студенты колледжа «Сфера услуг» угощали своими кулинарными шедеврами. А самые маленькие ребята из кружка «Я исследователь» уделили гостей макетами будущих мостов, ракет и робототехникой. Педагоги превратились в школьников и внимательно слушали рассказы ребят из станицы Гостогаевской по экспозиции к 70-летию Великой Победы. Ребята понимают, без учителя у них ничего бы не вышло. Учитель, он учит детей, чтобы в будущем они были умные и образованные. А на вопрос, не хочет ли быть учителем он сам, Миша ответил. Я еще не знаю, я только думаю. Но у меня еще все впереди. Тем временем в зале уже собрались виновники торжества. Нарядные и красивые. Учителя ежедневно дарят детям свою мудрость и теплоту, часто забывая о себе и собственных делах. И хорошо, что у них есть такой праздник, когда они могут отдохнуть и просто пообщаться. Вы знаете, профессия учителя – это самое лучшее, что может дать судьба. Ну то есть, как бы и сегодняшний день – это можно считать началом нового года и началом нового вот какого-то вдохновения. И вот я всем учителям желаю вот этого вдохновения и радости, счастья от нашего труда. Поздравить педагогов из волшебной страны прилетел маленький принц. Учителя и сами стали участниками театрализованного представления «Мы в ответе за тех, кого мы учили». Играли привычные роли, себя в жизни отвечали на вопросы несмышленного маленького принца по математике, физике, астрономии. Но главное – учили его быть искренним и любящим. Глава курорта не смог лично поздравить педагогов с профессиональным праздником, но прислал сюрприз – видеопоздравление из Сочи, где представляет Анапу на международном форуме. Вы – это та двигательная сила, движущая в Анапе сила, которая сегодня воспитывает молодое поколение, которая отдает душу. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были удовлетворены успехами ваших учеников, чтобы они вам приносили только положительные эмоции. Я вам обещаю, что мы будем работать так, чтобы учителя чувствовали реальную на себе заботу власти. А это и заработная плата, и улучшение жилищных условий, и строительство новых объектов образования. С праздником вас! Всего вам хорошего! Поздравлением главы курорта присоединилась и заместитель Людмила Мурашова, которая отметила, как важен труд педагога. От знаний, которые они смогут дать ученикам, зависит, какие будут строиться дома, и можно ли доверять пилоту самолета, и какой же праздник без цветов и подарков. Почетными грамотами Министерства образования края, а также главы города-курорта Анапа Сергея Сергеева наградили лучших в профессии. А судя по тому, сколько награжденных было на сцене, у нас на курорте лучшие педагоги все. И завершит выпуск прогноз погоды. Субботу 3 октября в Анапе пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 20-21 градус. Ночью до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. В воскресенье 4 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-21 градус. Ночью до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине «Доступные качественные одежды для детей и взрослых модная школа» можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.